Сегодня, президент, спасибо большое, что согласились поговорить с Блумберг. Мы в Владивостоке, находимся на границе России, тихоокеанское побережье, практически граница. И это уже второй ВЭФ, который будет проводиться. Что вы планируете достичь в рамках этого форума? Это способ привлечь внимание наших партнёров, потенциальных инвесторов к Дальнему Востоку России. В этом смысле данное мероприятие, данное событие мало чем отличается от других региональных форумов подобного рода. Мы в России проводим таких много. Это и экономический форум в Санкт-Петербурге, обычно мы проводим его летом, в начале лета. Это экономический форум в Сочи. Дальний Восток для нас имеет особое значение, имея в виду приоритетность развития этого региона. В последние годы, даже в последние десятилетия мы столкнулись с большим количеством проблем, мало уделяли внимания этой территории, а она заслуживает гораздо большего. Потому что здесь сосредоточены огромные богатства и возможности будущего развития России. Не только развития России как таковой, но и развития всего региона АТР, потому что эта земля очень богата природными минеральными ресурсами. Обычно, когда мы говорим о Дальнем Востоке, мы имеем в виду и, собственно, Дальний Восток. Это Приморский край, Хабаровский край, это Камчатка, это Чукотка, но это и так называемая Восточная Сибирь. Вот если все это вместе взять, то вся эта земля содержит колоссальные ресурсы. Это и нефть, это газ, это, скажем, 90% запасов российского олова, 30% запасов российского золота, 35% запасов леса. Здесь добывается 70% российской рыбы в этих водах. И это регион, где достаточно развита инфраструктура транспортная, железнодорожная. Мы в последние годы активно развиваем автомобильные сообщения. И огромный потенциал возможности развития авиационной промышленности, космической промышленности. Если вы обратили внимание, мы запустили в регионе, в одном из регионов Дальнего Востока, новый российский космодром. Здесь традиционно развивается, как я уже сказал, авиация, в том числе и боевая авиация, известная во всем мире самолеты СУП, производятся именно на Дальнем Востоке России. Наконец, мы возобновляем здесь производство морских судов, прежде всего, гражданского назначения. Вот только сегодня я присутствовал при начале работы одной из очень перспективных площадок в этом плане. И это очень хорошая возможность для обмена в гуманитарном плане с нашими соседями. Мы предполагаем здесь развивать музыку, театральную деятельность, выставочную деятельность. Совсем недавно прошли концерты нашего выдающегося музыканта, дирижера, господина Гергева. Мы открываем здесь филиал Мариинского, Петербургского театра. Планируем здесь открыть также филиалы Петербургского и Эрмитажа, Вагановского училища балетного. Как вы видите, мы с вами сейчас работаем в здании Дальневосточного федерального университета. Думаю, что вы тоже смогли оценить масштаб этого учебного заведения. Здесь уже тысячи молодых людей из зарубежных стран учатся, большое количество иностранных преподавателей. Нам больше хотелось, чтобы здесь развивалась наука и высшие школы, образование. Причем с тем, чтобы это было одним из заметных центров научной деятельности во всей системе АТР. Конечно, здесь еще многое можно сделать, но с учетом потребностей рынка труда, востребованность такого учебного заведения, она очевидна. Но есть еще одно направление, которое для нас очень интересно и перспективно, кроме всего, что я перечислил выше, это на биологии моря. Традиционно и на протяжении многих лет здесь находится один из ведущих институтов Академии наук России, как раз по изучению биологии моря. Вы знаете, мы здесь запускаем новый центр. При нем мы построили океанариум, который должен быть не просто площадкой для публики, которая, думаю, будет получать удовольствие от общения с живой природой, но это еще и часть вот этого самого института биологии моря. Здесь складывается интересный перспективный кластер, и нам бы очень хотелось, чтобы наши потенциальные инвесторы, наши коллеги из зарубежных стран, прежде всего из стран АТР, знали о нем больше. Один из гостей, это премьер-министр Японии Абе, он приезжает в Владивосток, и кажется, что намечается политическая сделка, можно так сказать. Возможно, вы отдадите один из Искурийских островов в обмен на серьезное экономическое сотрудничество, наращивание его. Готовы ли вы к такой сделке? Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой. И нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. У нас еще в 1956 году был подписан договор, и, на удивление, он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона его отказалась выполнять, ну а затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора. Несколько лет назад японские коллеги попросили нас вернуться к обсуждению этой темы. И мы это сделали, мы пошли навстречу. Вот за предыдущие пару лет, не по нашей инициативе, а по инициативе на японской стороне, фактически эти контакты были заморожены. Но вот сейчас наши партнеры проявляют желание вернуться к обсуждению этой темы. Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах. Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя непобежденной, непроигравшей. А вы сейчас к этой сделке близко подошли, ближе, чем в 1956 году? Я не думаю, что ближе, чем в 1956 году. Но во всяком случае мы возобновили диалог на этот счет и договорились о том, что наши министры иностранных дел и соответствующие эксперты на уровне заместителей министров активизируют эту работу. Конечно, это всегда является и предметом обсуждения и на уровне президента России и премьер-министра. Я уверен, что когда мы будем встречаться с господином Аббе здесь, во Владивостоке, мы также будем эту тему обсуждать. Но для того, чтобы ее решить, она должна быть очень хорошо продумана и подготовлена, повторяю еще раз, на принципах не нанесения ущерба, а наоборот, на принципах создания условий для развития межгосударственных связей на длительную историческую перспективу. Действительно, кажется, что территория на западном вашем фланге, на восточном фланге не так сильно волнует, а вот вы остров Тарабаров, например, Китаю отдали в 2004 году, а вот Калининград, например, может тоже отдать? Значит, мы ничего тоже не отдавали. Это были территории, которые являлись спорными, и в отношении которых мы вели переговоры с Китайской Народной Республикой в течение 40 лет. Я хочу это подчеркнуть, 40 лет. И в конце концов нашли компромисс. Часть территория окончательно закреплена за Россией, часть территория окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно, это очень важно, на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем. И если мы добьемся такого же высокого уровня доверия с Японией, то и здесь мы можем найти какие-то компромиссы. Но есть принципиальная разница между вопросом, связанным с японской историей и, скажем, с нашими переговорами с Китаем. В чем она заключается? Она заключается в том, что японский вопрос возник как результат Второй мировой войны. И закреплен в международных документах, связанных с результатами Второй мировой войны. А наши дискуссии с китайскими друзьями по пограничным вопросам ничего общего со Второй мировой войной и с какими-нибудь военными конфликтами не имеет. Первое. Второе. Вернее, это уже второе. А третье, что касается западной части. Вы сказали про Калининград. Это шутка, конечно. А я вам скажу без всяких шуток. Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, ну, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом. По восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, и есть и Румыния. Если кому-то хочется начать вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, пожалуйста, флаг в руки, начинайте. А про Китай могу еще спросить. В 2013 году вы сказали, что хотели бы, чтобы торговля, оборот с Китаем достигла 100 миллиардов долларов к 2015 году и 200 миллиардов к 2020 году. В прошлом году он снизился, товарооборот, до 70 где-то миллиардов долларов. Что же пошло не так? Я знаю, что есть проблемы с цены на нефть и с курсом рубля. Думаете ли вы, что этот ориентир целевой, 200 миллиардов долларов в 2020 году, он достиг? Да, я думаю, что это вполне достижимо. И вы сами назвали причиной падения уровня товарооборота. Мы на первом этапе ставили перед собой цель достичь где-то оборотов 100 миллиардов долларов. И мы почти добрались до этой цифры, где-то уже было под 90 миллиардов. Так что эта цифра была абсолютно вот уже почти достигнута. Ну, мы знаем причины. Они действительно заключаются в падении цен на наши традиционные товары экспортные. Они заключаются в курсовой разнице. И это просто объективные данные. Вы прекрасно это знаете. Санкции как-то повлияли? Ну, санкции и наши отношения с Китаем друг с другом никак не связаны. Потому что Китайская Народная Республика, с которой у нас сложились отношения, мы их называем, они беспрецедентно высокие, по уровню, по качеству. Мы их называем всеобъемлющего партнерства и стратегического качества. И санкции здесь совершенно ни при чем. Это в основе падения товарооборота лежат вещи объективного характера, связанные с ценами на энергоносители и с курсовой разницей. Но физические объемы у нас не упали, они даже растут. Что касается наших отношений торгово-экономических с Китаем, то они на сегодняшний день все больше и больше приобретают диверсифицированный характер, чего мы постоянно добивались вместе с нашими китайскими партнерами. Обратите внимание, кроме чисто торговли, причем традиционными товарами, с одной стороны, скажем, энергоносители, углеводороды, нефти и теперь уже газ, нефтепродукты, а с другой стороны, допустим, текстиль и обувь, мы перешли совершенно к другому уровню кооперации. Мы работаем, допустим, уже по космическим программам совместно. Мы сейчас разрабатываем, и в ближайшее время этот проект будет реализован, производство тяжелого вертолета. Мы работаем над планом создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Мы кооперируемся в области машиностроения, в области высокоскоростного железнодорожного сообщения, в области переработки, в области переработки леса и так далее, и так далее. Ну и в области атомной энергетики. Мы уже построили Тяньеваньскую атомную электростанцию, два блока уже работают, причем работают очень хорошо, строим еще два блока. Так что та цель, которую мы перед собой ставили, диверсифицировать наши отношения, она реализуется. Могу спросить вас о цене на нефть. Ваша любимая тема. Два лет назад вы говорили, что когда цена на нефть упала до 80 долларов, вы говорили, что если это произойдет, то добыча нефти схлопнется. Цена все еще ниже 50 долларов, и добыча не прекратилась. Изменился ли ваш подход? Ну, если я говорил, что добыча нефти прекратится, то я ошибался. Я, правда, не помню, где я это сказал, видимо, сгорячая, но, по-моему, такого даже и не говорил. Ну, может быть, не помню этого. Я говорил о том, что при определенном уровне цены на нефть новые месторождения вряд ли будут вводиться. Ну, собственно говоря, так и происходит. Но, может быть, даже на удивление, наши нефтяники и газовики, нефтяники, главным образом, они продолжают инвестировать. Вот за последний год в нефтяники проинвестировали полтора триллиона рублей. А если учитывать еще инвестиции государства в развитие трубопроводного транспорта и в электроэнергетику, то получилась у нас общая инвестиция в энергетику 3,5 триллиона рублей за прошлый год. Это очень существенно. У нас растет добыча нефти, производство электроэнергии. У нас немножко сократилось, по-моему, на 1% сократилось. Кстати говоря, по экспорту газа мы занимаем лидирующее место в мире, 20% рынка мирового. По экспорту жидких углеводородов мы тоже заняли лидирующую позицию, заняли первое место по экспорту жидких углеводородов. У нас, несмотря на то, что мы сохраняем первое место по экспорту газа, немножко сократилась внутренняя добыча. Но связано это с тем, что увеличился объем гидрогенерации для электроэнергетики. И поэтому потребность в газе на тепловых электростанциях несколько упала. Это результат реструктуризации ситуации на внутреннем рынке энергетическом. Но в целом Газпром, он в отличной форме и наращивает экспорт в страны своих традиционных партнеров. Вы будете говорить с наследным принцем Салманом в Саудской Аравии на 20-ке? Будете ли вы дальше продерживать заморозку добычи нефти, если саудовцы захотят сделать это? — Салман, насколько мне известно, является заместителем наследного принца. Но это уже детали. Он очень энергичный государственный деятель. У нас с ним действительно сложились очень добрые отношения. Это человек, который знает, чего он хочет, и умеет добиваться своих целей. Но в то же время я считаю его очень надежным партнером, с которым можно договариваться. И можно быть уверенным в том, что договоренности с ним будут исполнены. Но ведь это не мы отказались от замораживания объемов добычи. Это наши саудовские партнеры в последний момент изменили свою точку зрения и решили сделать паузу в принятии этого решения. Но я хочу повторить нашу позицию, она не изменилась. Если мы с принцем Салманом будем говорить на этот счёт, я, конечно, нашу позицию воспроизведу. Снова мы считаем, что это для мировой энергетики правильные решения. Первое. Второе. Всем хорошо известно, о чём спор шёл. Спор шёл о том, что если замораживать добычу, то это должны сделать все, в том числе и Иран. Но ведь мы понимаем, что Иран начинает с очень низкой позиции, связанной с известными санкциями в отношении этой страны. Но было бы несправедливо оставлять его на этом санкционном уровне. Я думаю, что на самом деле, с точки зрения экономической целесообразности и логики, было бы правильно найти какой-то компромисс. Уверен, что все это понимают. Вопрос лежит не в экономической, а в политической плоскости. Мне очень хотелось бы надеяться, что все участники этого рынка, заинтересованные в сохранении стабильной и справедливой мировой цены на энергоносители, всё-таки, в конце концов, примут необходимое решение. То есть, Вы поддержали бы заморозку добычи нефти, позволив Ирану несколько компенсировать свою позицию? Да. Хотелось бы задать вопрос о приватизации нефти. Приватизация. Приватизация башнефти. Вы отложили приватизацию? Как мы сообщали, Игорь Сечин из Роснефти предложил купить за 5 миллионов долларов половину башнефти. Но Вы всегда говорили, что Вы не хотите, чтобы крупные государственные компании приобретали вновь приватизированные компании. То есть, Вы не разрешите этому случиться? Знаете, Вы сейчас сказали о государственных компаниях. Роснефть, строго говоря, не является государственной компанией. Давайте не будем забывать, что 19,7% принадлежит компании BP. Кстати говоря, британская компания, Вы же подданные британской Британии, правда? То есть, Вы, по сути дела, в известной степени тоже являетесь... Но, вероятно, у Вас больше контроля за Роснефтью, чем у Терезы Мэй над BP. Да, значит, может быть, у нас и больше контроля, но, строго говоря, это не государственная компания. Я вот о чем хотел сказать и думаю, что это очевидный факт. 19,7% принадлежит иностранному инвестору. Но, тем не менее, имея в виду, что контрольный пакет находится в государстве, наверное, это все-таки не лучший вариант, когда одна компания под контролем государства приобретает другую чисто государственную компанию. Это одна позиция. А вторая заключается в том, что в конечном-то итоге для бюджета важно, кто даст больше денег при торгах, которые должны быть организованы в ходе приватизационного процесса. И в этом смысле мы не можем дискриминировать участников рынка, ни одного из них. Но пока это не актуально, поскольку правительство приняло решение о приватизации башнифти отложить. И опять-таки вопрос о приватизации. Вы говорили в 2012 году, что хотите наращивать обороты приватизации, однако время было не самым лучшим. Почему не все сработало? Почему российскому государству необходимо, чтобы им продлежало 50% таких компаний? Может быть, нужно больше? Российскому государству нет необходимости держать такие крупные пакеты. И мы намерены обязательно реализовать наши планы. Вопрос не в том, что хотим мы этого или не хотим. Вопрос о том, целесообразно или нет, и в какой момент. В целом это целесообразно хотя бы с одной точки зрения, с точки зрения структурных изменений в самой экономике. Государства действительно слишком много может быть в экономике сегодня России. Но делать это на падающем рынке, даже с точки зрения фискальных интересов, не всегда целесообразно. Поэтому мы подходим аккуратно. Но наш тренд с точки зрения правительственных процессов и постепенного ухода государства из определенных активов, он неизменен. Он остается неизменным. Кстати говоря, вы упомянули о компании «Роснефть». Мы сейчас активно занимаемся подготовкой, приоритизацией части пакета самой «Роснефти». Это лучшее подтверждение того, что мы своих кардинальных планов не поменяли. Или, например, одна из крупнейших компаний в мире по добыче алмазов российская. Мы приватизируем часть этого пакета. А «Роса». Также мы действуем и по другим направлениям. Поэтому мы принципиальные позиции свои не меняем. Просто это не тот случай, когда мы должны, как у нас говорят, суетиться. То есть проявлять какую-то нервную реакцию. Мы должны немедленно и любой ценой. Нет, любой ценой мы делать не будем. Мы будем делать с максимальным эффектом для российского государства, российской экономики. То есть ситуация с «Роснефтью», вы планируете продать акции «Роснефти» в этом году? Мы готовимся к этой сделке в этом году. Не знаю, сможет ли правительство подготовиться, реализовать эту сделку вместе с менеджментом самой «Роснефти». Найдут ли соответствующих стратегических инвесторов. Мне кажется, речь должна идти именно о таких инвесторах. Но мы готовимся и планируем сделать это именно в текущем году. И что касается вот этой доли в 50% Рады, либо были, когда у России принадлежало бы, российскому государству принадлежало бы менее 50% этих компаниях? Мы здесь ничего не видим страшного. Знаете, я помню, у нас была одна из компаний, сейчас не буду называть ее так, Но когда в нее вошли на 50% иностранные акционеры, иностранные инвесторы, их взнос в федеральный бюджет и налоговые платежи увеличились в несколько раз сразу. А эффективность компании, она нисколько не ухудшилась. Поэтому с точки зрения интересов государства, конечных интересов государства, с точки зрения фискальных интересов, мы имеем положительный опыт, скорее всего, а не отрицательный. Быстро еще одно обвинение, которое часто звучит, что люди, которые поддерживаются Россией, что люди взломали базу данных демократической партии. Ну, наверное, это совсем неправда. Я об этом ничего не знаю. Знаете, столько много хакеров сегодня, причем они действуют настолько филигранно, настолько тонко, могут показать в нужном месте и в нужное время свой след, или даже не свой след, а закамуфлировать свою деятельность под деятельность каких-то других хакеров из других территорий, из других стран. Это абсолютно такая труднопроверяемая вещь, если вообще возможно ее проверить. Во всяком случае, на государственном уровне мы этим точно не занимаемся. Послушайте меня, потом ведь разве это важно, кто взломал вот эти какие-то там данные из штаба, предвовора у нас штаба госпожи Клинтона? Разве это важно? Важно, что является содержанием того, что было предъявлено общественности. Вот вокруг этого должна вестись дискуссия, на самом деле. Не нужно уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя какими-то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал. Но хочу вам еще раз сказать, мне об этом точно совершенно ничего не известно, и на государственном уровне Россия никогда этим не занимается. Я, честно говоря, даже не мог себе представить, если вы скажете вам откровенно, что информация подобного рода может представить интерес для американской общественности. Что оказывается, предвыборный штаб одного из кандидатов, в данном случае госпожа Клинтон, он работал на нее, а не равномерно на всех кандидатов в демократическую партию. Да мне просто в голову не приходилось, что это может быть для кого-то интересно. Поэтому даже с этой точкой зрения мы никак туда официально не могли залезть. Для этого нужно чувствовать нерв и особенности внутриполитической жизни Соединенных Штатов. Я не уверен, что даже наши специалисты в МИДе чувствуют это должным образом. Сейчас такое время, когда все надо признаться честно. Америка пытается Россию взламывать и наоборот, и Китай пытается взлать Америку и Россию. Все друг друга взламывают, пытаются взломать и двадцатка, например, пытаются выработать новый свод правил для того, чтобы как-то упорядочить внешнюю политику. Или, может быть, нам надо признать, что это имеет место, и это будет просто новая реальность? Мне думаете, что лучше бы двадцатки в это не вмешиваться. Для этого есть другие площадки. Двадцатка все-таки собиралась как площадка для обсуждения, прежде всего, вопросов мировой экономики. Если мы туда будем погружать... Конечно, политика влияет на экономические процессы, это очевидный факт. Но если мы туда переложим какие-то склоки, или даже не склоки, а вопросы очень важные, относящиеся к чистой мировой политике, то мы перегрузим поездку дня двадцатки. И вместо того, чтобы заниматься вопросами финансов, вопросами структурных изменений экономики, вопросами ухода от налогообложения и так далее, вместо этого будем бесконечно спорить по проблемам Сирии или по каким-то другим мировым проблемам. Их достаточно много. По ближневосточной проблеме начнем дискутировать. Но для этого лучше находить другие площадки, другие форумы. Их достаточно. ООН, например. Совет безопасности. Вы говорили о российской экономике, о ресурсах, мы об этом еще поговорим. Но пока вы говорили, я вот подумал, что вы детали дали, насколько Россия усилилась. Вы поедете вот на двадцатку, вы смотрели, как делают дела на Западе, вы давно за этим наблюдаете. И вы были на саммите двадцатки больше, чем любой другой лидер. Когда-либо видели вы, чтобы Запад был так разделен, так недоволен собой, в таких сомнениях. Мы все помним про выход в Великобританию, миграционный кризис, выборы и все остальные проблемы. Сейчас кажется ли вам Запад разобщенным, как никогда или нет? Как вы это объясните? Много проблем в мировой экономике в целом, в западной экономике тоже много проблем. Старение населения, падение темпов роста производительности труда – это очевидные вещи. А вообще, в целом, такая демография очень тяжелая. Потом, наверное, ведь сами специалисты, а вы как раз один из лучших специалистов в этой сфере, считают, что в политике расширения, скажем, Евросоюза не были учтены некоторые элементы, связанные с готовностью тех или иных экономик к вхождению в зону евро, допустим. Войти в единую валюту с достаточно слабыми показателями экономическими и удержать не то чтобы темпы роста, а удержать саму экономику от тяжелых испытаний очень сложно. Мы это проходили не только в Европе, а, скажем, мы знаем это по, сколько там, лет 10 назад или больше было в Аргентине, когда они привязали национальную валюту жестко к доллару, а потом уже не знали, что с этим делать. Также вход в зону евро… Вы думаете, что евро выживет вообще, валюта евро? Надеюсь, что да. Я надеюсь, что да, потому что, ну, во-первых, мы верим в фундаментальную основу европейской экономики, мы видим, что западноевропейские лидеры в основном идут споры, конечно, всё это понятно, мы это прекрасно тоже видим и наблюдаем, анализируем, но всё-таки придерживаются очень таких вот, я не могу сказать правильных, неправильных, это всегда с какой стороны посмотреть, но я считаю, что очень прагматичных подходов к решению экономических проблем, и они не злоупотребляют финансовыми инструментами, накачкой, финансовой накачкой, а стремятся прежде всего к структурным изменениям, что, собственно говоря, не менее остро стоит и в нашей экономике, а может быть даже более остро, имея в виду проблему, которую мы до сих пор не можем преодолеть, а именно доминирование нефтегазового сектора в Российской Федерации и как результат зависимости от этих нефтегазовых доходов. Но и в Европе тоже есть это, ну, не зависимость от нефтегаза, но структурные реформы давно назрели, и я думаю, что ведущие экономики очень прагматично и грамотно подходят к решению стоящих перед европейской экономикой проблем. Поэтому мы и держим примерно 40% наших золотовалютных резервов в евро. Как вы думаете, евро выживет, и в евро будет столько же членов, и из Европейского Союза никто не выйдет больше? Вы знаете, я не хочу отвечать на ваш провокационный вопрос, хотя я понимаю, что он может быть интересен для... Да, 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 я критиковал, но, повторяю еще раз, мы держим 40% наших золотовалютных резервов в евро, и мы не заинтересованы в развале зоны евро. Хотя я не исключаю, что могут быть приняты какие-то решения, которые консолидируют группу стран, равную по развитию экономики, и тем самым, на мой взгляд, это приведет только к укреплению евро. Но могут быть какие-то и другие промежуточные решения с целью сохранения в зоне евро имеющееся количество членов сегодня. Это не наша задача, но мы всегда очень внимательно следим, и мы желаем успехов нашим европейским партнерам. То, что вы говорили о критике, я критиковал внешнюю политику, но это совсем не значит, что мы должны совсем соглашаться. Мы действительно многие вещи критикуем, мы считаем, что наши партнеры совершают немало ошибок, наверное, мы тоже, никто не гарантирован этих ошибок. Но что касается экономики, повторяю еще раз, на мой взгляд, и Еврокомиссия, и ведущие экономики Европы действуют очень прагматично и на правильном пути находятся. Можем к российской экономике вернуться. Может быть, начнем с обменного курса рубля. Я знаю, что вы скажете, что это прерогатива Центрального банка и устанавливается курс рынком. Но 19 июля, когда за доллар давали 62,8 рублей, вы сказали, что рубль слишком крепок. Вы раскритиковали эту тенденцию. Сейчас 65 рублей дают. Достаточно ли у нас слаб, чтобы вы были довольны? Я не раскритиковал позицию Центрального банка. Я действительно всегда считал и считаю, что Центральный банк должен действовать самостоятельно. На самом деле он так и действует, можете мне поверить. Я не вмешиваюсь в решение Центрального банка и не даю директивных указаний на правление Центрального банка либо председателю Центрального банка. Центральный банк смотрит, и, конечно, на то, что происходит в экономике. И, разумеется, я в контакте с членами правления, с председателем Центрального банка. Но я никогда не даю директивных указаний. Если я говорил о том, что рубль слишком окреп, то я не говорил, что позиция Центрального банка неправильная. Я говорил о том, что это накладывает дополнительную нагрузку на экспортно-ориентированные отрасли экономики. Но о том, что это так, мы с вами хорошо понимаем. Когда рубль послабее, легче продавать, здесь производить за дешевый рубль, продавать за дорогой доллар и получать большую выручку в долларах, а потом менять на рубли и получать больший доход. Поэтому это элементарная вещь. Но если говорить о фундаментальных вещах, то вопрос регулирования курса действительно относится к функции главного регулятора, а именно к функции Центрального банка. И здесь он должен думать, конечно, и о том, как экономика, как промышленность реагирует, но он должен думать и о своих фундаментальных задачах, чтобы обеспечить стабильность курса. Вопрос главный в стабильности курса. А это, так или иначе, Центральному банку при всех нюансах все-таки удается. И это удалось, в конце концов, сделать после того, как Центральный банк перешел к плавающему курсу. Но и Центральный банк должен учитывать и другие вещи. Стабильность банковской системы страны должен смотреть на то, как увеличивается или сокращается денежная масса в экономике, как это влияет на инфляцию. У него там очень много составляющих, о которых должен подумать Центральный банк. И лучше не трогать его компетенцию. А вы хотели бы, чтобы рубль еще немножко все-таки ослаб? Это помогло бы российской экономике? Вот лично вы. Я знаю, что это не ваша зона ответственности, но вы прокомментировали. А сейчас ваша позиция какая? Вы знаете, моя позиция заключается в том, что он должен соответствовать уровню развития экономики, этот курс. Потому что это всегда баланс. Баланс интересов. И в нем должен отражаться этот баланс. Баланс между теми, кто продает, что-то за границу. Им выгоден слабый курс. И баланс между интересами тех, кто покупает. А им нужно, чтобы курс был повыше. Баланс между производителями внутри страны, скажем, сельхозпроизводителей. Это их интерес. А здесь у нас проживает, так или иначе, с селом связано 40 миллионов человек российских граждан. Это очень важная вещь. Но также нужно не забывать про интересы просто покупателей, которым нужно, чтобы цены в магазинах были чуть-чуть пониже. Поэтому, повторяю, курс, он не должен ориентироваться на интересы конкретной группы, либо одной-двух групп. Он должен соответствовать фундаментальным интересам развития самой экономики. Больше вы не жалуетесь, больше вы не выражаете недовольство. Я могу так сказать. Я не выражал недовольство и не жаловался. Я просто отмечал, что для одной из групп, а именно экспортеров, выгоднее было бы иметь более слабого. Что касается резервов. Вы сказали, что было 500, миллиардов долларов сейчас 400. Конечно, вы лучше, чем в начале кризиса. Вы хотите вновь нарастить до 500 миллиардов долларов. Как вы думаете, реалистично на какие показатели ориентироваться? И когда Центробанку надо начать покупать доллары, чтобы ресурсы нарастить? Нужно ли вообще? Центробанк и так постоянно покупает. Покупает, продает, покупает, продает. Это его работа. Вот за последние полгода, по-моему, золотовалютные резервы Центрального банка выросли на 14%. Они немножко вернулись к бывшему уровню, но они также не продолжают систематически покупать доллары. Вы знаете, мы же знаем с вами о необходимом уровне запасов Центрального банка. А цель нам тоже с вами хорошо известна. Но для широкой публики мы можем с вами сказать, цель золотовалютных резервов Центрального банка не в том, чтобы финансировать экономику, а в том, чтобы обеспечить внешний торговый оборот. А для этого нужно, чтобы он, этот уровень, был бы способен обеспечить внешний торговый оборот, но для такой экономики, как Россия, как минимум на три месяца. Но у нас уровень такой, что он может обеспечить наш товарооборот, если всё прекратить работать, а вот только за счёт золотовалютных резервов, как минимум полгода, а то и больше. Поэтому это более чем достаточно. Но с точки зрения обеспечения стабильности экономики и внешний торговый оборот, у нас сегодня абсолютно достаточный уровень золотовалютных резервов. А всё другое, покупка и продажа валюты, связано с регулированием внутреннего валютного рынка. А как на это будет реагировать Центральный банк, и приведёт ли это к росту ЗВРов, пока трудно сказать. Давайте не будем забывать, что у нас ещё два резервных фонда правительства. Собственно, резервный фонд и фонд национального благосостояния. А это и то, и другое вместе 100 миллиардов долларов. Вернёмся немножко назад. Цена на нефть, многие разные факторы. Но, тем не менее, Ваш бюджет сейчас находится в периоде дефицита. Необходимо повышать выплаты пенсионерам. В какой-то момент придётся заимствовать, занимать деньги. Будете ли Вы обращаться на внутренний рынок, либо Вы будете обращаться на внешний рынок для того, чтобы заимствовать ресурсы? Пока такой необходимости нет. У нас нет необходимости заимствовать на внешнем рынке. Хотя, как такой традиционный инструмент в мировых финансовых отношениях, мы применяем всегда и сейчас применяли. И у нас были размещения, и желающих приобрести наши инструменты финансовые достаточно. У нас просто нет такой необходимости сегодня. При наличии таких резервных фондов правительства в 100 миллиардов долларов, это просто для нас бессмысленно, имея в виду стоимость заимствования. Здесь всегда нужно внимательно смотреть. Но, кстати говоря, и заимствования тоже возможны. Надо только понимать, что выгоден на данный момент времени. Это первое. Второе, что касается дефицита. В прошлом году дефицит федерального бюджета был 2,6%. Это, согласитесь, достаточно приемлемая величина. В этом году мы ожидаем, что он будет чуть побольше, где-то в районе 3%, может, 3 небольших. Это тоже приемлемая абсолютная величина. Но мы идём к какому пути? Мы идём по пути оптимизации бюджетных расходов. Мы в этих непростых для нас условиях, на мой взгляд, прагматичный, очень подходим к решению экономических и социальных вопросов. Мы решаем основные задачи социального характера, выполняем обещания перед населением. Сейчас только правительство объявило о том, что мы проиндексировали, скажем, пенсии на 4%, но во второй полугодии не индексировали. Но зато выплатим в начале следующего года, сделаем единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей для каждого пенсионера, которая, в общем-то, сопоставима с компенсацией. Мы действуем очень прагматично и очень осторожно. Мы сокращаем расходы по тем позициям, которые не считаем первоочередными. И не собираемся бездумно раскидывать наши резервы, бездумно сжечь их в угоду каким-то политическим амбициям. Будем действовать очень осторожно. И надеюсь, что нам особенно и не потребуется, у нас не будет нужды, во всяком случае, обращаться за внешним финансированием. Ведь у нас, обратите внимание, он упал, но всё-таки сохраняется положительный сальдо торгового баланса. У нас по прошлому году, вот сейчас, по-моему, за первое полугодие, 45 миллиардов долларов положительный сальдо торгового баланса. Инфляция сократилась год к году в разы. В разы просто сократилась. У нас была, по-моему, к этому, если год к году смотреть, где-то под 10, что ли, процентов уже, вот если вот смотреть август к августу, а сейчас 3 с небольшим процентом. Безработица сохраняется на достаточно приемлемом уровне 5,7 процента. У нас макроэкономические показатели стабильны. И это даёт мне основания полагать и надеяться на то, что мы спокойненько, уверенно будем проходить этот непростой период в нашей экономике, который, безусловно, уже адаптировался к современным условиям. На предстоящей двадцатке, вероятно, вы в последний раз увидите Барака Обаму. Как вы знаете, что предстоят выборы в Америке, и предстоит выбрать между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. С кем бы вы скорее контактировали по ту сторону океана с точки зрения геополитической ситуации? С Дональдом Трампом или Хиллари Клинтон? Есть ли у вас какие-то соображения на это? Мне бы хотелось иметь дело с человеком, который может принимать ответственные решения и исполнять достигнутые договорённости. Фамилии совершенно не имеют значения. И, конечно, нужно, чтобы этот человек пользовался доверием американского народа, тогда у него будет не просто желание, но и подкреплённая политическая воля для того, чтобы исполнять все эти договорённости. Поэтому мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться в внутреполитические процессы. Будем внимательно смотреть на то, что происходит, и ждать результатов выборов. Но потом готова работать с любой администрацией, если она сама этого хочет. Немножко надавлю. В 2011 году в обвинении Хиллари Клинтон в том, что она пыталась подогреть протесты, которые разгорелись в России в тот момент. Дональд Трамп многое говорил о вас в 2007 году. Он говорил, что Путин прекрасно справляется в 2011 году. Он хвалил вас в следующем году. Он сказал, что вы его новый друг, лучший друг. Потом он сказал, что вы опережаете Америку. Много таких примеров. Если будет выбор между женщиной, которая, вероятно, пытается избавиться от вас, и мужчиной, который так хорошо о вас думает на грани с гоморротическими какими-то ощущениями, вероятно, мы могли бы принять решение, потому что один из таких выборов, который вы сделаете, будет более благоприятным. Вы знаете, я уже, по сути, ответил на ваш вопрос. Еще раз могу переформулировать, другими словами сказать. Мы готовы работать с любым президентом, но, конечно, я тоже об этом сказал. Настолько, насколько готова будет будущая администрация. Если кто-то говорит, что он хочет работать с Россией, но мы приветствуем это. А если кто-то, как вы выразились, может быть, неточный перевод, хочет от нас избавиться, это другой совершенно подход. Но мы это переживем. Здесь неизвестно, кто больше потеряет при таком подходе. Но, понимаете, в чем дело? Я уже неоднократно видел, что антироссийские карты разыгрываются в ходе внутриполитических кампаний в Штатах. Я считаю, что это очень недальновидный подход. И в то же время нам присылают всякие сигналы со всех сторон, что на самом деле все хорошо. И в прежних администрациях так было в ходе предварных кампаний, что мы там все восстановим потом. Но, вы знаете, мне кажется, что это как-то не отвечает тому уровню ответственности, который лежит на плечах Соединенных Штатов. Мне представляется, что все это должно быть более солидно, спокойно, более уравновешенно. По поводу того, что нас кто-то критикует, вы знаете, и со стороны команды господина Трампа тоже раздаются критические высказывания в наш адрес. Ну, например, один из участников или членов его команды сказал, что мы платили, якобы Россия платила, семье Клинтон через какие-то фонды и так далее. Это же, что на самом деле мы руководим семьей Клинтон. Ерунда полная. Я даже не знаю, где там Билл выступал, через какие фонды. То есть, это просто и одной, и второй стороной разыгрывается в качестве инструмента, используется в качестве инструмента внутриполитической борьбы. Что, на мой взгляд, плохо. Но, разумеется, когда кто-то говорит о том, что он хочет работать с Россией, мы это приветствуем. И вне зависимости от того, как фамилия этого человека. По Трампу последний вопрос. Кто-то говорит, что он слишком переменчик, чтобы быть президентом США. А вы рады были бы, чтобы он стал президентом? Или все-таки Клинтон, например, предпочтительнее? Вы знаете, мы не можем отвечать за американский народ. И ведь при всем эпатаже одного и, кстати говоря, другого кандидата, они же оба занимаются эпатажем. Только каждый по-своему. Они же умные люди. Они очень умные люди. И они понимают, на какие точки нужно немножко поднажать, чтобы их поняли, почувствовали и услышали избиратели в самих Соединенных Штатах. Трамп делает упор на традиционный республиканский электорат, на человека со средним достатком, на рабочий класс, на определенную группу предпринимателей, на людей, которые придерживаются традиционных ценностей. Господа Клинтон на другую часть электората. Тоже на него пытается воздействовать своими способами. Поэтому они друг на друга нападают. И в некоторых случаях я бы не хотел, чтобы мы брали с них пример, так как они это делают. Думаю, что это не самый лучший пример, который они подают. Но такова политическая культура в Соединенных Штатах. Ну, это просто нужно принять как есть. Америка – великая страна, и она заслужила того, чтобы никто не вмешивался и внешне не комментировал. Отвечая на ваш вопрос в третий раз, могу сказать, что мы будем работать с любой администрацией, с любым президентом, которому окажет доверие американский народ. Если, конечно, он сам будет хотеть сотрудничать с Россией. В другую страну спрошу. Вы с Терезой Мэй встретитесь. Это другой человек. Британия скоро, возможно, будет в той же ситуации, как и Россия. Она часть Европы, но скоро не будет частью Европейского Союза, скорее всего. Вы будете с ним вести переговоры о зоне свободной торговли? Чтобы закончить предыдущие вопросы, вы всё-таки много лет в журналистике работаете. Вы очень информированный человек. И понимаете все угрозы, связанные с обострением международной обстановки, правда? Особенно между крупнейшими мировыми ядерными державами. Мы же все это понимаем. Вы меня, конечно, спрашиваете в интервью, которое вы мне берёте, а не наоборот. Но всё-таки я позволю вас спросить. Вы хотите обострение на уровне Карибского кризиса? Нет? Конечно, нет. Но никто не хочет. Значит, никто не хочет. То есть, вы бы наверняка хотели... И вы наверняка бы тоже хотели, чтобы у России складывались добрые отношения и с Великобританией, и с Соединёнными Штатами. Ну, правда? И я этого хочу. Если кто-то в Америке, в Соединённых Штатах говорит, я хочу наладить хорошие отношения партнёрские с Россией, значит, мы с вами это должны поприветствовать. И вы, и я. Такие, как я, и такие, как вы. А что там на самом деле будет происходить после выборов, мы пока не знаем. И это именно поэтому я говорю, что мы будем работать с любым президентом, которого назовёт в качестве такого народ Америки. Что касается Великобритании, у нас запланирована встреча с премьер-министром в Китае на полях двадцатки. Мы разговаривали по телефону. К сожалению, не самым лучшим образом складывались отношения между Россией и Великобританией. Но в последнее время, ну, не по нашей вине, не мы сворачивали отношения с Великобританией. Это Великобритания решила заморозить по многим направлениям наши взаимные контакты. Если британская сторона считает, что необходимость диалога есть по некоторым направлениям, то мы готовы, мы не собираемся здесь как-то надувать губы, обижаться на кого-то. Мы очень прагматично подходим к сотрудничеству с нашими партнёрами. Считаем, что это полезно было бы между двумя сторонами. Но вот мы говорили о нашей крупнейшей нефтяной компании «Роснефть». И уже я вначале вспомнил, что почти 20% в 19,7-х принадлежит BP. А это чья компания? Бритиш Петролиум. Правда? Наверное, уже неплохо. Должен вам сказать, что капитализация Бритиш Петролиума в значительной степени связана и с тем, что она владеет 19% с лишним Роснефти, которая располагает огромными запасами в России и за рубежом. Это же отражается на устойчивости компании. Вот BP попала в сложное положение после известных печальных событий в Мексиканском заливе. Мы всё делали для того, чтобы её поддержать. Разве Британия в этом не заинтересована? Думаю, что заинтересована. Также и по очень другим направлениям. Вот сейчас мы отмечаем юбилей северных конвоев. Вы знаете об этом, да? Мы реально, это не для красного словца, я говорю. Мы относимся к участникам северных конвоев как к героям. Они и были такими на самом деле. Мы знаем, в каких условиях они воевали. В тяжелейших. Они каждый раз шли на смерть. Ради общей победы. И мы это помним. Возможно, Британия сейчас, когда она выходит из Европейского Союза, будет более расположена к достижению соглашения с Россией. Знаете, Британия выходит и вышла уже фактически из Европейского Союза, но она не вышла из особых отношений с Соединёнными Штатами. И думаю, что то, что касается отношений с Россией, зависит не от её присутствия, либо отсутствия в Европейском Союзе, а зависит от её особых отношений со Штатами. Если она будет проводить более независимую внешнюю политику, то тогда, наверное, можно будет сделать это. Если Британия будет руководствоваться союзническими обязательствами и будет считать, что это представляет больший национальный интерес, чем сотрудничество с Россией, тогда пусть будет так. Это же не наш выбор в конечном счёте, это выбор наших британских партнёров, выбор приоритетов. Но так или иначе, конечно, мы понимаем, что в рамках союзнических отношений и особых партнёрских отношений со Штатами Великобритания должна делать поправку в отношениях с Россией на мнение своего главного партнёра Соединённых Штатов. Мы относимся к этим реальным как данности, но, повторяю, как далеко Великобритания готова будет пойти на вздобновление, наше сотрудничество с нами, настолько уже и мы готовы будем идти. Это зависит не от нас. Последний вопрос по двадцатке Эрдоган. Когда турецкие танки вошли на территорию Сирии недавно, вы не протестовали особенно. Почему? Вы считаете, что Турция сейчас перешла ближе к вашим позициям, что всё-таки в какой-то степени президент Асад останется в будущем? Или как? Вы как-то изменили своё отношение к президенту Эрдогану? Вы говорите, что он ударил вас в спину, когда был сбит российский бомбардировщик. Что-то изменилось в Турции? Прежде всего, мы исходим из того, что Турция принесла извинения за инцидент, который произошёл, за гибель наших людей. Сделала это прямо, без всяких оговорок, и мы это оценим. Президент Эрдоган пошёл на это. Мы видим явную заинтересованность президента Турции в полноформатном восстановлении отношений с Россией. У нас много совпадающих интересов и в регионе Чёрного моря, и в глобальном плане, и в регионе Ближнего Востока. Мы очень рассчитываем на то, что нам удастся наладить конструктивный диалог. У нас много больших проектов в сфере энергетики, вот тот же самый турецкий поток. Я думаю, что мы его в конечном итоге реализуем. Во всяком случае, первая часть, касающаяся увеличения поставок, расширения транспортных возможностей, увеличения поставок на внутренний турецкий рынок, с возможностью транспортировки для европейских партнёров, если они, опять же, этого захотят, если Еврокомиссия будет это поддерживать. У нас большой очень проект по строительству атомной электростанции, по уникальным условиям. Они состоят из нескольких элементов. Мы кредитуем, владеем и эксплуатируем. И эта уникальность даёт нам основания полагать, что это реализуемый проект, с учётом тех договорённостей по экономическим параметрам, в основе которых лежит стоимость киловатт-часа электроэнергии, что это будет экономически выгодный проект обеим сторонам. Кроме всего прочего, как я уже говорил, у нас есть взаимное стремление прийти к договорённости по проблемам региона, в том числе и по сирийской проблеме. Я как считал, так и продолжаю считать, что извне нельзя ничего решать по политическим режимам, по смену власти. Когда я слышу, что какой-то президент должен уйти, слышу со стороны, не внутри страны, а со стороны, то это вызывает у меня большие вопросы. Я уверен просто. И такую уверенность мне продают события последних 10 лет, а именно попытки демократизации в Ираке, попытки демократизации в Ливане. Мы видим, что там привело. По сути, к развалу государственности и к росту терроризма. Где в Ливии вы видите элементы демократии? Может быть, они когда-то возникнут. Я очень на это рассчитываю. Или продолжающаяся гражданская война в Ираке. А что там будет вообще с Ираком в целом в будущем? Пока это всё большие вопросы. То же самое и в Сирии. Когда мы слышим, что АСА должен уйти, почему-то со стороны кто-то так считает, то у меня большой вопрос, а к чему это приведёт? Вообще, это соответствует ли нормам международного права? И к чему это приведёт? Не лучше ли набраться терпения и способствовать изменению структуры самого общества? И набравшись этого терпения, способствуя изменению структуры общества, подождать, пока произойдут естественные изменения внутри. Да, это не произойдёт с сегодня на завтра. Но, может быть, в этом и заключается политическая мудрость. В том, чтобы не суетиться, не забегать вперёд, а постепенно вести дело к структурным изменениям, в данном случае, в политической системе общества. Что касается действий Турции, мы в контакте находимся с нашими турецкими партнёрами. Всё, что противоречит международному праву, мы считаем недопустимо. Но мы находимся в контакте и на политическом уровне, и на уровне Министерства обороны, Министерства иностранных дел. Я уверен, что и на встрече с президентом Турции, господином Эрдоганом в Китае, мы тоже будем об этом говорить. Вы знаете, переговоры идут очень тяжело. Одна из кардинальных сложностей заключается в том, что мы настаиваем, и против этого не возражают наши американские партнёры, что так называемая здоровая часть оппозиции должна быть отделена от радикальных группировок и террористических организаций, таких как Джабхат Ан-Нусра. А у нас складывается впечатление, что Джабхат Ан-Нусра и Жесней, они там иммигрируют другими названиями себя, там уже обозначают, но по сути ничего не меняется. Они начинают поглощать так называемую здоровую часть оппозиции. И в этом нет ничего хорошего. И кроме всего прочего, это уже не элемент внутренней борьбы. Это пришлые боевики, получающие вооружение и амуницию из-за границы. По сути-то наши американские партнёры с этим согласны, но они не знают, как это сделать. И тем не менее, несмотря на все эти сложности, мы всё-таки находимся на правильном пути. И должен отметить, что госсекретарь Керрик проделал, конечно, колоссальную работу. Я удивляюсь его терпению и настойчивости одновременно. Но всё-таки, на мой взгляд, мы постепенно-постепенно двигаемся в правильном направлении. И не исключаю того, что мы в ближайшее время можем уже о чём-то договориться и предъявить мировую общественность нашу договорённость. Пока об этом рано говорить, но мне кажется, что мы действуем, как я уже сказал, в нужном направлении двигаемся.